Начало августа для абитуриентов традиционно самая волнительная пора. Приемная кампания подходит к концу, а вузы публикуют списки поступивших. Награда за усердную учебу в школе, фамилия в приказе на зачисление. Алена Горло поступила в ГХТУ на специальность художественная обработка металлов. Говорит, что продолжает семейные традиции. Я хочу пойти работать ювелиром, создавать свои аксессуары, что-нибудь изящное, завитушечки, все красивое, блестящее. Просто сейчас мне кажется, что нет таких работ, которые мне понравятся. Они какие-то более грубые. Мне нравится что-то более такое классическое, но постепенно аккуратное. Самые высокие проходные баллы в химтехе в этом году на направлениях подготовки, связанных с информационными системами, а также стандартизацией и метрологией. Последний профиль заинтересовал Анастасию Жебракову. В первую волну зачисления войти не удалось, но в итоге девушка получила заветное бюджетное место. Конечно, я сомневалась, но я очень этого ждала. И когда я увидела, что я вылетела из списков сначала, я примчалась сюда, сказала, все, я забираю документы, ухожу отсюда. А мне сказали, подождите, может быть, вы еще пройдете. И я решила остаться. И вот когда увидела, я была очень счастлива. Химико-технологический университет дает не только знания, но и простор для научной деятельности. Марат Захаров принял твердое решение пойти именно сюда, еще в девятом классе. Оригинал подал сюда же, другие вузы даже не рассматривал. 244 балла позволили поступить на один из самых престижных профилей – фармацевтический. Впрочем, ограничиваться учебой и наукой молодой человек не собирается. Ну, вообще, я занимаюсь баскетболом, нахожусь в спортивном клубе их тупо баскетбол и в сборной. И занимаюсь уже пятый год. Поэтому это тоже был какой-то, наверное, повод сюда поступать. Здесь очень хорошая баскетбольная команда. Какое-то время они даже были в топе России. Сейчас просто смена поколения. Но мы поднимем уровень. Я думаю, мы поднимем уровень. Поэтому баскетбол, учеба, в принципе, это все, что меня волнует. Ну и научная работа, это тоже я хочу заниматься наукой. Поступить на бюджетное отделение с каждым годом становится все сложнее. Результаты ЕГЭ растут, а вслед за ними поднимаются и проходные баллы. В этом году в ИГХТУ поступил абитуриент, у которого было 306 баллов. Для вуза ситуация небывалая. Действительно, наш университет выбирает как профильный химико-технологический вуз для тех, выбирают те, кому химия интересна и кто хочет связать свою будущую карьеру и профессиональную деятельность в области химической технологии или химии, или продуктов питания. Поэтому, конечно, в ИГХТУ много заявлений с различных уголков. И Ямало-Ненецкий автономный округ, и Мурманск, и Воркута, и даже Подмосковье, ближайшее к нам. В этом году в приемную комиссию поступило более 4000 заявлений. Те, кто не смог пройти на бюджет, сейчас оформляют договор на обучение на коммерческой основе. И уже в начале сентября вчерашние абитуриенты сядут за парты и получат долгожданные студенческие билеты.